В Венсполсе открылось новое предприятие по производству Дендролайта, что в переводе означает «легкое дерево». Фирма Дендролайт Латвия производит сотовые плиты из дерева, которые можно использовать в строительстве. Это экологически чистый и экономичный продукт. Дендролайт – это новый материал. Он легкий, прочный, многофункциональный и экологически чистый. Производство Дендролайт, или как его еще называют сотовых плит, уникально в том, что изготавливаются они из отходов лесопиления. В результате производство стройматериалов очень экономичное, а значит, этот продукт с высокой добавленной стоимостью. Деревообработка – это та отрасль, продукция которой больше всего экспортируется, несмотря на кризис. Это наш национальный продукт. Эта прогрессивная технология на данный момент только вводится в мире. Такое производство хотели открыть многие страны, но их, в отличие от венсполского предпринимателя Яниса Вашукса, испугал кризис. Дендролайт – это прекрасный пример, как можно найти инновационные идеи, создавать инновационные технологии и быть впереди не только Балтии и Европы, но и впереди всего мира. Мы не испугались разместить производство в Латвии. Бояться можно, если только страна-производитель не понимает, что это за продукт. Производственным корпусом, подъездными путями и другими элементами инфраструктуры фирма Дендролайт Латвия обеспечил венсполский свободный порт, инвестируя в создание нового производства 7 миллионов латов. Это даст работу не только горожанам, но и жителям округи, поставщикам древесины. Даст работу порта при вывозе продукции, а всем это, конечно, даст налоги. Я предвижу большое будущее этого предприятия. Мы рады открытию этого производства. Большое значение имеет то, что работаем в том месте, где есть ресурсы, и мы можем беречь экологию. В 2004 году было принято стратегическое решение развивать промышленность. И вот мы шаг за шагом 8 лет ожидаем эту политику. Я ставлю задачу, что венспол должен быть высокоиндустриально развитый город. Поддержали новое производство не только венсполский свободный порт и венсполская дума, но и латвийское агентство инвестиций и развития и банк хипотеку. Мы доказали всему миру, что Латвия может. Мы доказали всем, что надо только захотеть идти к цели, которую выбрал, и результат будет. Это одна из историй успеха Латвии. Мы все можем гордиться. Я сознательно говорю «мы», потому что государство – это «мы». Общая стоимость проекта – более 15 миллионов латов. Предприятие планирует почти 100% продукции производить на экспорт. Пока производство работает в одну смену, но уже в ближайшем будущем планируется запустить его на полную мощность. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.